МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. День государственного флага Российской Федерации отметили в Ленинском городском округе. Патриотизм – это то, чем мы можем, как более старшее поколение, поделиться с подрастающими. Сотрудники полиции Ленинского ОМВД задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств. Где вы эти свертки взяли? В лесу. Новый этап в жизни начался у нескольких юных граждан Ленинского городского округа. Им вручили первые паспорта. Вы еще дочери, сыновья своих родителей. И дай Бог сохранить вот это ощущение присутствия родителей в вашей жизни как можно, как можно дальше. Государственный флаг – один из символов страны, который объединяет и вдохновляет все народы, проживающие в Российской Федерации. На праздничном мероприятии, посвященном Дню флага, побывал Дмитрий Книга. В Ленинском городском округе отметили День государственного флага России. Местом проведения праздника стала площадь у кинотеатра «Искра». В начале мероприятия собравшихся поздравил заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Радушкин. Наш триколор – символ нашего единства. И отмечая этот день, каждый из нас чувствует себя частицей великой державы. Поздравляю всех с праздником символа Родины, ее побед и процветания. С праздником! На площади собрались жители и гости города, общественники, сотрудники администрации и депутаты. Мы видим, как люди душевно выступают, как люди даже в будний день, в такое время рабочие, пришли поддержать. И кто-то семьями пришел, и взрослые поколения, и дети. И все искренне радуются этому празднику, потому что это наша страна, и мы ее любим. Наверное, это самое главное сегодня. Волонтеры раздавали собравшимся флажки и ленты в цветах российского триколора. Я считаю, что это очень важно, потому что каждый человек должен помнить о победах своей Родины, должен помнить о стране, что она для него значит. Потому что он здесь родился, и он должен всегда быть за свою страну, за свою Родину. Патриотическое воспитание – одно из главных направлений работы волонтеров в масштабах всей страны. В свете последних событий для молодежи, для нашей, это очень важно, потому что патриотизм – это то, чем мы можем, как более старшее поколение, поделиться с подрастающими. Это наша смена, наше будущее и наша гордость. И все зависит только лишь от нас. Рядом расположилась площадка оборонно-спортивного клуба «Ратник», где ребята показывали свои навыки обращения с оружием. Наши курсанты клуба выставили небольшую площадку с разборкой и сборкой макетов «Автомат Калашникова» и снаряжением магазин патронами. Во время праздничного концерта на сцену поднимались творческие коллективы муниципалитета, как вокальные, так и хореографические. Спортивный клуб «Цунами» продемонстрировал технику каратэ-кио-кушенкай. Зрители поддерживали артистов и спортсменов. Праздник мы празднуем. Пришли посмотреть нашу маму. Она сейчас будет выступать. Очень рады этому. Приехали в гости, пришли на концерт к вам. У меня сегодня ребенок участвует в концерте. Я очень горжусь, что он выступает в этот день сегодня. Российский триколор – символ гордости за достижение поколений, которые творили историю нашего государства. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Информация из Управления Министерства внутренних дел России по Ленинскому округу. Сотрудники полиции Ленинского ОМВД задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств. Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с оперативниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинскому городскому округу вблизи Зеленого шоссе остановили автомобиль каршеринга под управлением 40-летнего уроженца Псковской области, подозреваемого в сбыте наркотиков. Согласно заключению эксперта, содержимое свертков является наркотическим средством – мифедроном, массой около 700 граммов. В отношении задержанного следователем следственного управления ОМВД возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Новый этап в жизни начался у нескольких юных граждан Ленинского городского округа. В торжественной обстановке ребята, достигшие 14-летия, получили свои первые паспорта из рук главы муниципалитета. Об эмоциях и планах на будущее героя мероприятия рассказали нашему корреспонденту Юлии Погосян. Ученица Видновской школы номер один Милена Усикова этого события ждала с нетерпением. Говорит, паспорт открывает новые возможности. Глобальных планов на будущее пока не строит. Увлекается естествознанием, историей, пишет картины, но очень хочет путешествовать и узнавать мир. Хочется добиться всего лучшего, конечно. Желать всем лучшего, чтобы во всем мире царила радость, во всем мире был мир. Милене и другим молодым людям выпала возможность получить свой первый, самый важный документ в торжественной обстановке. С одной стороны, вы, конечно, еще юный, вы еще дочери, сыновья своих родителей. Дай бог сохранить вот это ощущение присутствия родителей в вашей жизни как можно, как можно дальше. С другой стороны, паспорт, вы становитесь чуть-чуть взрослее, чуть-чуть больше ответственности, чуть-чуть больше, наверное, каких-то возможностей. По-моему, даже карточку можно банковскую иметь, привязанную к родительской. Вместе с ребятами этот трепетный момент разделили и их родители. Это очень важный такой день и очень радостный, и одновременно грустный, что дочка такая взрослая уже. Желаю ей успехов в развитии, в росте и вообще в жизни. Поздравляю. Выдавать паспорта в торжественной обстановке стало традицией. Получить документ из рук главы округа для школьников – особая честь. Я очень рада, что у меня была такая возможность, потому что не все так могли. Поэтому я очень счастлива, конечно. Впереди у ребят новый учебный год, который они начнут в новом статусе. Юлия Погасен, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева. Видно этого. Во дворце спорта «Видное» состоялся товарищеский матч по мини-футболу, в котором приняли участие команда «Волга» из Ульяновска и клуб «Семей» из Казахстана. Почему коллективы из двух стран, преследующие разные спортивные цели, встретились именно в «Видном», узнала наша съемочная группа. Команда «Волга» из Ульяновска, они в «Синих майках» и коллектив «Семей» в «Серых». Планируют выступать каждый в своей национальной лиге. И на паркете в соревнованиях они вряд ли бы встретились. Но обе команды в Подмосковье проходят спортивные сборы, а товарищеские игры – их неотъемлемая часть. Наш вице-президент федерации слесарев Максим Валерьевич взаимодействует с «Волгой» и «Ульяновск». Пригласили мы их сюда, и как раз тоже имея знакомство в казахской команде, так как она тоже довольно новая команда, молодая, но при этом амбициозная и настроенная на победу, мы решили, что наша арена будет доступна для них, для товарищеской игры. И вот они сегодня здесь. Казахский клуб «Семей» организован совсем недавно. В начале года был создан проект, а окончательно команда сформировалась только в начале лета. Тем не менее, ребята полны решимости побороться за победу в Суперлиге Казахстана. Здесь играют несколько спортсменов из сборной страны, есть даже легионеры из Бразилии. Эта игра для них – способ обкатать несколько домашних заготовок. В большей степени тренер будет выстраивать свою тактику, которую он будет показывать в чемпионате Казахстана. Поэтому мы будем играть в свой футзал, который мы будем показывать в своей стране. Команда «Волга» из «Ульяновска» тоже образовалась только в этом году и также имеет амбиции выступить в высшей лиге, но России. Легионеров у них пока нет, но многие игроки команды уже имеют немало спортивных регалий. Ребята прошли полноценные тренировочные сборы и даже провели несколько товарищеских матчей, в ходе которых тренерский штаб пытается нащупать собственную тактику. Делают выводы, меняют четверки, варьируют. У нас, в принципе, установка простая – наиграть состав и подойти к соревновательному периоду в полной боевой готовности. Игра показала, что в данный момент команды находятся в примерно одинаковой физической форме. Товарищеский матч закончился со счетом 3-3. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова